Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, это новый выпуск Чада из Ада, новая порция трешняка, буду благодарен за лайк, всегда читаю ваши комментарии, и что, правильно, давайте знакомиться с новым героем, либо героиней, поехали! Али Кравченко 40 лет, она модный дизайнер, одевает звезд российского шоу-бизнеса и кино, жен бизнесменов и политиков, например, в числе ее клиентов Ольга Бузова, Любовь Успенская, Эвелина Блёданс. Я бы хотела, чтобы моя дочь понимала, как достаются деньги, то, что она сейчас так тратит и прожигает свое время, мне очень обидно. В общем, Алла Кириллу Кравченко 50, он растет Аллу как собственную дочь с полутора лет. С родным отцом Алла не общается. Кирилл работает в недвижимости, сдает в аренду коммерческие площади и много времени проводит в командировках. По этой причине на проекте его заменила крестная Алла Олеся Данилина. Она владелец салона красоты в Санкт-Петербурге. Дружит с семьей Кравченко около 20 лет. Я Алю знаю с детства. Раньше, когда Аля приезжала ко мне, мы могли часами гулять, болтать, есть мороженое, все было прекрасно. Но в какой-то момент контакт с моей любимой малышкой, которую я нянчила с пеленок, просто потерялся. Кравченко живут на Рублевке, в закрытой элитной усадьбе, стоимостью около 70 миллионов рублей. Также у семьи есть вилла на Бали, квартира в Москве и гектар земли в Подмосковье. Есть у Кравченко и автопарк из четырех автомобилей премиум-класса. Свой годовой доход семья не разглашает. График у нас бешеный. Приходится много и мне ездить по командировкам, и супругу тоже. Время реально очень мало остается на воспитание детей. У семьи Кравченко, кроме Аллы, есть еще двое общих детей. Одиннадцатилетняя Александра и девятилетний Марк. Мальчик, день-день-день-день. У нас сегодня на завтрак. А кого перевоскритывать? На фоне того, как появлялись младшие брат и сестра, времени Алле, естественно, уделялось меньше. И папа, я в том числе, пытались компенсировать это все подарками. С финансовой точки зрения, конечно, я думаю, мы разбалывали этим. Алле Большаковой 17 лет. В этом году она закончила обучение в школе при Институте международной торговли и права. Учиться или работать Алла не хочет, несмотря ни на какие аргументы... Вы заметили у меня новый микрофон? Если родители считают, что я избалованная, то я могу поспорить с этим. Я получаю ровно столько, сколько я заслуживаю. Я не спорю, что она достойна самого лучшего. И мне хочется дать ей все самое лучшее. И, конечно, она растет, и траты вместе с ней растут. Лучшие салоны красоты, лучшие нутрициологи. Уже просто визажист не устраивает. Надо, чтобы это был звездный визажист. Мне не жалко, но она не ценит ничего. Семья ежемесячно тратит на содержание Аллы около 700 тысяч рублей. Родители ни на чем не экономят и дают все, что она хочет. Алла выпала в полтора года из окна, с шестого этажа, находясь дома с няней. И самое интересное, что падая с шестого этажа, там не было никаких деревьев, ни травы. То есть ничего, просто сухая земля. И она упала. И осталась жива, невредима. Я считаю, что Бог не просто так сохранил ее жизнь. В ее жизни должно случиться что-то тоже необычное. Хренаси, с шестого этажа она вернутся. Уверенность в собственной исключительности и неограниченный бюджет привели к тому, что все бытовые задачи за 17-летнюю Аллу выполняют помощники. Год назад штат пополнился. Школьница наняла на постоянную работу персонального нутрициолога. Услуги специалиста обходятся родителям в 100 тысяч рублей ежемесячно. Сегодня у нас будет сначала зеленый смузи, антиоксидантный, потому что у нас уже погода испортилась, нужны витамины. Я слежу за своим весом, за своей фигурой, за своим здоровьем. Поэтому мне очень важно знать, что я ем. Единственная бытовая техника в доме, к которой Алла прикасается, это ее нитратомер. Прибор определяет превышение нитратов в продуктах. В меню гаджета выбирается необходимый фрукт или овощ. В мякоть вводится щуп для забора сока. Через 3-5 секунд на дисплее появляется информация о том, есть ли нитраты в продукте. Мы сейчас же закажем новый сельдерей, нам привезут качественный. Мне не важно, сколько стоят фрукты, овощи, не важно, сколько я потрачу на это денег, сколько я выброшу того, что... Согласен, на косметолога тратить 700 тысяч в месяц. Что уже куплено, главный результат. Моя внешность для меня все. Это моя визитная карточка. Внешность Алла тоже доверила профессионалам. Даже в будни по утрам Алла никогда не одевается и не красится сама. Собираться помогают персональные, стилист и визажист. Стильный, чистый образ. Плюс наденем с тобой либо пальто, либо очень красивое маховую жилетку. Жилетка мне нравится. Она нереальная. Эксклюзивный соболь, 7 миллионов. Это явно потерпит мою красоту. Что мы сегодня с тобой будем делать? Хочу какие-нибудь смоки, возможно, даже вытянуть их в стрелки. Я никогда не собираюсь сама, как минимум, потому что есть финансы, чтобы это сделал кто-либо другой. Зачем мне тратить свои силы на... А нет у человека, который сейчас жопу подтирает? Который делает это качественно и нежно. Которые могут сделать люди за меня. Но это же просто полный бред. Она же может это все делать сама. Зачем ей все это? Она молодая девчонка. Так вы же это все оплачиваете. Чем-то еще и мама ее. Которые не входят в карманные деньги. Аллы занимает ее хобби. Шопинг. Вот это яркое, нереальное платье от бренда моей мамы. Это ручная вышивка. Очень ценная и дорогая для меня вещь. Вот такой бомбер. Мне подарила моя близкая подружка. На мое 16-летие. Дружка подарила бомбер за 350 кусков. Что вы знаете о подарках? Вот это я купила просто, когда вышла выпить кофе в центр Москвы. Вот этот нереальный зеленый пиджак носит большинство голливудских звезд. На него я потратила около миллиона рублей. Не обращала ни разу внимания. Часто такое происходит, когда родители пытаются компенсировать отсутствие проведенного времени с ребенком. Ну, какими-то подарками. И наша семья не исключение. Мой отчий может покупать мне все, что я хочу. Это точно показатель для меня, что этому человеку, видимо, не все равно на то, что я присутствую в этой семье. Вот эта сумка из кожи крокодила. Ее мы покупали, точнее, шили ее мне на заказ, когда мы жили еще на Бали. Вот эта сумочка, я считаю, must have каждого гардероба у каждой девочки. Она подходит подо все. Вот это тоже мой любимчик. Очень подходит под многие образы, благодаря своему цвету и кричащему бренду. Вот мы у Снежки такую штуку покупали, когда в Турции были. По цене 50 баксов. Максимум 100. Это, по-моему, 100 не стоило. 200, 3, 4. Мне кажется, что Кирилл с Аллой в моменте допустили сами огромную ошибку. Ну, там я согласен, не оригинал был. В 17 лет полный безумие для маленькой девочки, которая превратилась попросту в монстра. Я любимый ребенок в семье, и почему я не могу просить того, что для меня изначально предназначено? Это не избалованность, это то, что мне дано. Кстати, насчет украшений я могу показать вам несколько. Вот такие часики. Выглядят очень дорого и стоят тоже очень дорого. Вот это красивое кольцо с большим бриллиантом мне также подарила моя мама. Стоит оно примерно 5 миллионов рублей. Мы ей все даем, но когда я ее прошу пойти мне навстречу, поговорить со мной о будущем и так далее, она просто может резко поменять тему. Мама видит Аллу своей преемницей в семейном модном бизнесе. Мне эта тема абсолютно неинтересна. Представь, вот меня завтра нет, все. Меня все достало, я уехала на Бали, живу, загораю, отдыхаю, плаваю в океане. Ты что тут делаешь? Я думаю, все, дочку я вырастила, ей 18 лет. Хорошо, уезжай, отдыхай, кайфуй. Я тоже буду отдыхать, кайфовать. Оставишь мне деньги и вали куда хочешь вообще. Какие шикарные у вас отношения, прям я смотрю, боже. Вообще уже заговариваешься, по-моему. Мне неинтересно мнение родителей по поводу того, что они хотят от меня какой-то дальнейшей работы. Как минимум потому, что я считаю, что я выше этого. Она избранная по жизни. Она не хочет ничем заниматься. И все и так прекрасно, все устраивает. И она не понимает, почему я переживаю за ее будущее. Она считает, что и так уже все ясно, все понятно, деньги есть. В распоряжении у Аллы неограниченный лимит на карте и свободное время. Но она не хочет тратить их ни на кого, кроме себя. По сиделкам с семьей Алла предпочитает ночные тусовки в клубах и ресторанах. Мне абсолютно все равно, ждут меня родители дома или не ждут. Это мое личное пространство, мое личное время. Шикарно воспитали. Как хочу сама. Достойно. Она не берет трубки, она может не думать, что я переживаю за нее. Хотя я и говорила, что для меня это очень важно. Я не усну, пока она мне не отвечает. Если я вижу, что уже за полночь и человек не на связи, ну, это ненормально. Ну, что мне теперь еще охрану для нее брать, чтобы спать спокойно? У Аллы Кравченко много подруг из мира шоу-бизнеса. Одна из них – актриса и ведущая Эвелина Бледанс. Алла рассказала ей о своем решении отправить дочь в проект «Чада из ада». Без телефона, без денег, без кредиток. Иу, мои нервы. Как же так можно куда-то поехать? Энжи. Мы сообщили семье Кравченко, что берем их «Чада» в проект. Родители заставили Аллу участвовать в реалити, пригрозив, что урежут лимит ее карточки вдвое. Алла согласилась на съемки. Вдвое. Теперь я буду тратить не 2 миллиона, а один. Это же невозможно. Ну так, думаю, что ей это пойдет в итоге на пользу. Это, конечно, большой стресс. Но ведь иногда говорят, как? Чтобы поправиться, да, ты обливаешься холодной водой. И у тебя идет вот это. Нет, чтобы поправиться, ты начинаешь много кушать. И поправляешься прям вообще. Ну, практически у всех так. Есть, конечно, исключения. То есть, если не толстеет. Признавайтесь в комментариях. Есть среди вас такие? Это стресс и в организме, и в голове, и везде. И ты выздоравливаешь. Мне кажется, что такая поездка – это крутой опыт. Прям крутой. Пусть она увидит, как живут в других семьях. Сравнит. Да, и почувствует, насколько у нее все хорошо, но что другим даже и не мечталось иметь. Я хочу, чтобы она этому миру несла пользу. И не прожигала свою жизнь. Ей Бог подарил ее дважды. Я верю, что она… То есть, она до сих пор откупается за то, что ребенок, типа, выпал с окна? То есть, она… Все переосмыслит. Научится ценить меня, уважать, помогать. Да, да. Я согласилась на участие в проекте только для того, чтобы родители обеспечили меня точно так же, как и прежде, и перестали навязывать мне свое мнение про работу. Я хочу, чтобы проект поменял Аллу, и чтобы она поняла, что деньги, наверное, это важно, но они не на первом месте. Я хочу вернуть эту теплоту, которая всегда была между нами. Перед самым отъездом мама сообщила, Алле, что по правилам проекта, ее банковская карта и телефон останутся дома для того, чтобы Алла полностью погрузилась в жизнь принимающей семьи. Ты моя куколка. Не плачь. Пока. Эксперимент по перевоспитанию 17-летней дочери рублевских миллионеров Аллы Большаковой начался. В 1400 километрах южнее Москвы, в селе Троицкое, в Моздокском районе Республики Северной Осетии, Алания, 17-летнюю наследницу рублевских миллионеров Аллу Большакову ждет многодетная семья Мамитовых. Саша, сделай кружочки. Вот. Сама, теперь блином разминай. Не хочет. Ты не хочешь. Олегу Мамитову 44 года. Занимается производством домашней и офисной мебели. Залине 41 год. По профессии она психолог. Сейчас в декрете. Подрабатывает шитьем одежды и предметов интерьера. В Троицком семья живет в частном одноэтажном доме, купленном в 90-е годы родителями Залины. В доме 4 комнаты. Около дома есть огород, сад и хоздвор. Доход Мамитовых в месяц примерно 50 тысяч рублей. Свой бюджет они почти не тратят на магазинные продукты. Предпочитают выращенные своими руками. Конечно, в материальном отношении большая семья требует больших затрат, как и трудовых, так и финансовых. Но эту проблему мы решаем сообща Залины. То есть какие-то пособия получаем. И плюс огород, и плюс я сейчас занимаюсь своим бизнесом небольшим. И дети работают, да? Старшей Александре 18 лет. Она учится заочно в Кубанском государственном университете на художественно-графическом факультете. Второй по возрасту дочки Тамаре 16 лет. Она студентка медучилища. По годкам Олегу и Руслану 13 и 12 лет. Они учатся в 6 и 7 классах. Трем самым младшим детям Мамитовых, Алье, Вере и Владику, 7 лет, 4 года и 1 год. Вместе с Мамитовыми живет мать Залины Зесова Александра Александровна. Ей 70 лет. До пенсии она работала селекционером. Так, бригада моя пошли. Селекционеры, это же по АТИМ. Куда идем мы с бабушкой? Большой-большой секрет. Разведение, другие культуры. Вот это обрезаете все потихоньку сюда, слаживаете. У нас в большей семье идет уважение, конечно, к маме, к папе. Помощь идет в обязательном порядке. У нас даже самый маленький, он может пульт даже приносить. У нас соседи. Самый маленький может пульт приносить. Принято иметь большие семьи, многодетные. У нас даже тост есть такой, чтобы у тебя было много детей, а одна голубоглазая дочь. Вот у меня это как раз-таки изглось. Я мечтал о том, чтобы у меня было семь детей. Спасибо, Залине. Родила меня. 18-летняя Александра, помимо заучной учебы в ВУЗе, подрабатывает рисованием картин на заказ и аквагримером на детских праздниках. Смотри, тут куколок нарисовала. Эти ка больше всех нравятся. Я их потом буду из шерсти делать. Получится куколка. Сашенька у меня самая старшая девочка моя. Перевинец, моя любовь. Она молодец. Она очень трудолюбивая. Изначально она вам помогала во все. Когда дети подрастали, она могла присмотреть за ребенком, отвезти в школу, в магазин сбегать. Залиной мы вместе уже в 15 лет. Я очень благодарен за эти годы. Основные семейные устои – взаимоуважение. Опять же, поддержка, любовь, дружба, забота друг о друге. Мы бы и не заводили столько детей, если бы мы не хотели заботиться о них. Нам это нравится. Это чувство, оно какое-то необычное, приятное. Мне трудно с чем-то другим сравнить это чувство. Это счастье. Олег и Залина Мамитовы помогают найти дело по душе и поддерживают хобби детей. Ведь детям, занятым интересным делом, некогда ссориться. В сумме шесть старших детей занимаются борьбой, шахматами, рисованием, музыкой, осетинскими танцами и шитьем. Девчонки, давайте что-нибудь вам сошьем, пока у нас время свободное. А ну-ка, хочешь, что нам тут? И ситис, и сатин, и... А материалы, конечно. О, милкий принт сейчас в моде. Давай топ тебе сошьем, Томочка. Мамушка, а ты что себе хочешь? Блин, серьезно. Косынку новую хочешь? Косынок полно. Мой принцип воспитания не грубостью, не наказанием, а с теплом, вниманием и любовью. Воспитать в ребенке то же самое. Как он получит любовь и заботу, так он и сможет ее отдавать. Свой опыт Мамитова решили передать дальше, поучаствовав в проекте «Чадо из ада». Ладно, давайте. У меня к мажорам нормальные отношения, потому что они в этом не виноваты, то, что они родились в этой семье, и их так воспитали, их просто им не дали другой пример. Перевоспитать человека можно в любом возрасте. А в 17 лет, я думаю, что все только начинается, и нужно направлять подростка. Перевоспитать? Ну, вообще-то человек сам может поменяться, только если этого захочет. Редко это происходит, но бывает, да. Ну, перевоспитать? Ну, ну, давай. Короче, отошел я от микрофона, натянул вот эту вот ветрозащиту, потому что, ну, я не знаю, как вам, но мне было слышно эти вот, когда я дышу, вот эти вот басы, и они прям по ушам били. Это очень неприятно. И хорошо, что у меня был этот поп-фильтр, это даже не поп-фильтр, не так правильно назвать, насадка на микрофон. Вот. И, как по мне, вроде бы стало лучше. Дайте мне обратную связь. Может, вы, конечно, нихрена и не заметили, это я уже так придираюсь. Но вот особенно, когда я вот говорил, это какие-то такие, п-привет, то в начале прям аж так по барабанным перепонкам так стучало. Поэтому должно быть лучше. Может быть, конечно, не так красиво, хотя, вы знаете, прям на микрофон похоже, да, такой. Продолжаем. Обязательно все получится, если правильный подход. Вся семья активно готовится к приезду гостя. Должно убирать лишние звуки. Ведро слить под елочку, горшки эти не нужно тоже убрать. Дыхание легкого ветра. Все занесите, чтобы чистая площадка была. Саша, траву обязательно пощипать. Приедет какой-то новый человек, познакомиться, новые там круги общения. Потому что там... И скажешь, у вас трава не пощипанная, да? Я смотрела, конечно. Я думаю, блин, как будет, что будет. Чего, девчонки, наши пироги национальные готовы. Как думаете, нашему гостю понравится? Вроде хорошие получились, как никогда. Встреча гостя в Северной Осетии, на Кавказе, у нас всегда ведется с тремя пирогами. Обязательно. Три пирога – это символ Северной Осетии. Мам, как думаешь, кто нам приедет? Если мальчик, то точно мясо любит. У нас домашняя курочка, я думаю, ему понравится. По ее меню все пацаны едят мясо? А я не знаю, может, ты мальчик. А если мальчик будет, ты с ним подружишься? Стол давайте, наверное, на середину установить. Давай. Девки думают, такие, О, сейчас пацанат. Познакомься. А, мы все на диете, мажоры все такие. Мы ей поставим фрукты или ему. Фрукты, думаю, все любят. Но от фруктов сыт не будешь, так что, я думаю, поест. Не важно, там девочку мальчик ждут очень яркого человека. Как золото, тут серебро, тут ярко-красное, тут тигр, где татуировки. Саша, тарелки надо. Да, нормально, бабушка. Какие у нас такие у мажора. Как думаете, поладим мы с ними? Мы первый раз будем с мажорами делаем. Мам, а ты как будешь перевоспитывать? Как мы живем, так и пусть вливается. А если не будет делать? Как не будет? Ну так, вот откажется будет лежать. Будем как с вами. Мотивировать. Что-то пообещаем, может, хорошее. Он не может все есть, мама. Ничего, с кем поведешься, от того и наберешься. Он же к нам приедет, значит, с нами будет. Как он будет без интернета, она же не ломит. Я так смотрю, они уже пацаны ждут, они уже он к нам приедет. Нам здесь некогда в интернете сидеть, будем работать, помогать. Естественно, если богатый ребенок нагловатый, они же бывают разные. Бывают забитые, бедные, одинокие, бывают наглые. Так же бывает и не с богатыми. Но таким детям наши дети могут и подшутить. Если я увижу глаза этого ребенка, они печальны, естественно, я его пожалею. В Северной Осетии чадо ждет семья Мамитовых из села Троицкое, которые находятся в 8 километрах от города Моздок, одного из двух крупнейших городов республики. По условиям проекта дочь рублевских миллионеров, 17-летнюю Аллу Большакову, доставляют к дому принимающей семьи. Это какая-то просто деревня. Я здесь жить должна? Мне нравится здесь вообще. Я вижу только грязь, какие-то камазы, какие-то мусорки, вот эти вот лужи. Я тоже живу в доме, и в моем поселке все очень по-стиллически, очень по-дизайнерски. Сюда я приезжаю, и у меня режет глаз. Вроде вот это вот. Все так по три трещических. Четыре страны. Да блин, помогите мне уже, кто-нибудь выйдет. Что за отношения к гостям? Наверх, наверх ручку. Бывает, ручка опускается вниз, а где-то и наверх. Причем, знаете, что самое интересное? Вот реально видно просто, замок перевернули низ головой. Это кто? Папа так устанавливал. То есть, защёлка, которая всегда по стандарту снизу, она сверху. И поэтому ручку нужно вверх поднимать, а не вниз. Это сейчас так модно. Это вы просто попривыкали. Это вот ручка вниз, это вот. Вот так вот. Скоро и срать не за головой будем. Жесть. Причем, даже с другой стороны, посмотрите, замок, чтобы вставлять под ключ. Блин, я же не могу так каждый раз мотать. Дайте маленький кадр обратно, где он был тут. Чёрт, побери. Вот. То есть, даже личинка перевернута. Неужели нельзя было прикрутить, вставить нормально? Ну что так? Ну серьёзно? Нет слов просто. Здрасте. Здравствуйте, дорогие гости. Первая эмоция – шок. Себера детей. Папа, мама, бабушка, дядя, тётя, кого там я только не увидела. Они все стоят. Вот с такими лицами. Ну, я... Они ждали пацана. Папа, ребятник, да. Проходи к вам, пирожки. Какой у вас большой чемодан? Ну да, большой чемодан. Здравствуй, дорогая. Здрасте. Приветствуем тебя в нашей Осетии. Привет. Вот наша семья тебя, видишь, встречает. С национальными тремя пирогами, как положено. Это символ благополучия. Чтобы всё у нас сложилось и было хорошо. Это всё хлеб, я это не ем. Но приятно, что они что-то пытались для меня сделать, чтобы я такая... Спасибо. Вроде нормально встретили. Конечно, мы... Это их поле ягода. Но стараемся. Вот моя семья. Это наш папа многодетный. Олег его зовут. Приятно. Наша бабуля Александра. Приятно. Наша племянница Настенька. Меня зовут Зарина, я многодетная мама. У меня семь деток. Ого. Вот мои детки. Старшая Александра. Приятно. Она учится в дизайнерском институте. Это Томочка, ей 16 лет. Это Олежка. Ему 13 лет. Тома думает, эх, пацана не привезли. Руслан. Ему 12 лет. Думает, подстава. Аллочка. И вот наша компания Верочка. Вера вас сразу полюбила. Ещё есть малыш, который спит. Ты с ним познакомишься позже. Его зовут Владик, ему годик. По правилам проекта семья по приезду Чада показывает своё жильё. Но Алла на Кавказе, где прежде всего гостя принято накормить. Поэтому перед экскурсией Аллу приглашают за стол. Нина, проходи, Аллочка. Здесь у нас кухня. Стол тебя ждёт. У нас очень гостеприимный народ. Картошка, мясо. Там метр на метр комнатка. У меня гардеробная больше, чем их кухня. И они там все вместе собираются. Как-то вот так вот. Честно, я тебя не в обиде. По нашей традиции нужно сказать тост. Так как в доме есть три пирога. И твой приезд – это хороший повод. Поэтому каждому совершенному спасибо. И выпить ли породки. А у нас для тебя подарок. Ты знаешь, мы ждали гостя. Правда? Да. Давай, подарим. Мне как-то встать или я тут сижу. Давай. Спасибо. Платочек? Да. Платочек, ручная работа с осетинским орнаментом, который означает символ благополучия, удачи. Его можно как шарфик. Ну, как тебе нравится, как молодёжь носит. Да, но его не сюда. Очень тебе идёт. Ну, к чёрному – да. А к лицу идёт тебе этот цвет. Ты такая красивая. Красиво. У нас все эти платки девушки прям чтят. Они прям беременно за ними ухаживают. В своей обычной жизни я вообще не сталкиваюсь с такими людьми. То есть в моём кругу общения – это какие-то богатенькие дети, какие-то бизнесменов, олигархов, каких-то звёзд. Таких людей я вижу, можно сказать, впервые. Может, у вас вилочка с зубчиком. Как мамонты, да? Что? Ну, зубчик кривой, неудобно так есть. А мы даже не замечаем. Нормальная вилочка. О, да, вот это. Что-то я исправила. Так, свечок, зелёный борщ, лапшичка. Я, наверное, ничего не буду. Абсолютно деревенский стол. То есть некрасивая сервировка, нет какой-то там изыска, да? Как я к этому привыкла. И, если честно, я бы никогда не хотела так питаться. А в Москве где ты живёшь? С папой, с мамой, у тебя есть сёстры, братья? Да, я с родителями живу, брат и сестра младшие. Ты где-нибудь учишься? Нет, я сейчас не учусь. Я уже умею. Не будешь поступать? Я не планирую поступать. А чем занимаешься тогда? Тусуюсь. Разбегаюсь. Только тусуйся, это же неинтересно. Хрена себе. Я сейчас кто-то такой сидит и думает, мне бы тусоваться. Это же очень интересно. Любимое дело есть у тебя? Тусоваться. Ну, какое любимое дело? Мое любимое дело, наверное, в магазины выблю ходить, вещи покупать. Это разве любимое дело? Для этой семьи, в принципе, странно всё то, что логично для меня. Что от них ещё другого ожидать? Очень важно образование детей. И чтобы дети не росли как растения. Наши дети прежде всего, это наше вложение. А сколько ты дома обычно встаёшь? Хочу, так и встаю точно после 12, после 16. Да, ты учишься за эти 4 дня. У меня у нас тут ранний подъём. Не могу вставать рано, у меня из-за этого портится внешний вид, настроение. А ты, допустим, с этой же 12, что ты потом делаешь, если ты не учишься? Ну как, смотрите, я просыпаюсь спокойненько вообще на расслабоне. Иду, умываюсь постепенненько, делаю разные масочки. Потом, когда я уже готова к тому, чтобы начать собираться куда-то выйти, то я спущусь. У меня стилист выбрал одежду. У тебя свой стилист? Да, у меня визажист и стилист. Каждый день? Да, каждый день. Меня одевают и накрасят. Ты сама не можешь себя покрасить? Я могу, но зачем, если это может сделать человек за меня? Для этого надо хорошо зарабатывать. Да, мои родители хорошо зарабатывают. А кем они работают? У меня мама дизайнер одежды, у неё бренд одежды свой. Ой, это же как интересно дизайнерство. Мы с девочками тоже увлекаемся этим. А нет унитаза, который за тебя жопу подтирает? Не хватает заботы. Заботы родительского внимания, заботы. Любви, тепла. Я думаю, что у неё есть какая-то травма, возможно, детская. Возможно, у родителей не было времени, они занимались бизнесом. И поэтому ребёнок оставался просто один. Меня начинают расспрашивать. Мне неприятно. Как будто лезут куда-то в моё живое, пытаются из меня что-то достать. Какие-то у вас лосонные, да? Да, молоденькие, кстати, знаешь, какие хрустящие. Попробуй хоть откуси, вдруг понравится. Есть же реально умная беда, которая там тебе сам ищет. Извините, я пройду. Что ты хочешь? Долго стоит. Я уже приехала сюда, я уже потратила свои силы, свои нервы. Теперь моя очередь. А что вы там? Моя очередь командовать. Так делаю всегда дома, поэтому... Мне так привычнее просто, я не могу по-другому. Это что такое? Это нитрометр. Благодаря ему я измеряю нитраты в продуктах. И так каждый свой приём пищи? Да, каждый раз. Я должна знать, что я ем. Просто ты начала капешить за сумку свою. Знаете, мне нравится такая, я должна знать, что я ем, а потом вечера как набухается, просто в дрова. Но помидорчик должен быть без нитратов. Я думала, что у неё там своя еда, что ли, судочек какой-то. Потом она даже откуда-то чёрную штучку. Я подумала, что это телефон её. Она открывает крышку, там какая-то игла. Ну, что телефон? Nokia 3310. Потому что ей еда не нравится. Вы, в смысле, не хотите сами знать, что вы едите? Ну, мы так не знаем. Она вставила нитратомер в что? В бутерброд этот? Это ж не хлеб, вы шаги измеряйте. Выращиваем. Без нитрата. Норма. Подождите. Ещё идёт измерение. Ой, я думала... Ну, вообще-то, в идеале, ты когда делаешь замер нитрата и так далее, там вообще выбираешь по менюшке. Там яблочко, не знаю, там помидорчик. Вот. А потом уже вставляешь. Ты там что нашла, блин, в нитратометрии? Там, блин, пирог? Ну, так от голода вы... Ага, так оставила, вытащила. Вот, ладно, что-то я такую, конечно, дурочку словила. Нормальный. Ты нитратометр ставила в пирог. Надо будет пока он измерит всё. Ну, неплохо. Неплохо. Покажете? Нет, не покажу. Ты серьёзно? Шо, неплохо? Ты штуку в пирог вставила? Или в хлеб что-то было? Шо, неплохо? Давай, Аллачка, можно было. Ну, идеально, можно было бы... Чтобы ты знала, что в себе такой прибор не нужен, потому что свой огород, без всяких нитратов, без всякой химии, так что... Если мне просто другого не дадут поесть, то мне придётся хоть что-то есть за это время. Мне показалось, что она за столом хотела как-то себя поставить выше нас, потому что она вот приехала с Рублёвки, такая вся фифа. Это неудобно стало, не то, что мы так живём, а то, что так приехала, так некрасиво себя ведёт. Мы же её приняли как родную, пекли, всё готовили. Она в душу насрала. Она приезжает и измеряет ещё что-то. Если я приезжаю в какое-то другое место, неважно даже, куда приезжаю, куда-нибудь там, в Монако на отдых, я всегда беру этот нейтрометр, чтобы понять, что я ем. Не хуже, чтобы за 4 дня... Не, ну, если ты проверяешь, только что показали, то... Удачи. Ты что, мама, она за фигуру бурится, а ты... Мне этого не надо. Ничего, ничего. После обеда Залина и старшие дочки Мамитовых повели Аллу на экскурсию по дому. Проходи. Надо разуваться. Угу, разуться. Очень маленький дом, очень некрасивый дом. Мне неприятно тут находиться, здесь немного странноватый запах. Вот здесь у нас спят девочки. Сколько здесь девочек спят? Вот мы вдвоём. Старшие. Если хотят, то да, ещё прибавляются детки маленькие. Ну, вот здесь мы красимся тоже, ухаживаем за собой. Угу, понятно. Здесь комната бабушки. Вот это у нас зал. Здесь мы тоже все сидим, отдыхаем. Кто-то... Вот мы шьём у нас машинки, видишь? Рисуем тоже. Уроки делаем. Музыкальные инструменты у нас дети играют. Гармошка вон у нас стоит. Ну, ремонт у вас такой, да? Его нет. Ну, ремонт у нас как у всех. Как у всех. Естественно, про дизайн даже говорить не стоит. Тут ни ремонта, ни какой-то красивой мебели, абсолютно ничего. Задумайтесь. У нас стоит пара кустиков, там каких-то цветочков несуразных. Окей, ладно. Ну, не скажу прям высокомерно, но немножко это проглядывается. Она, конечно, не так прям фу-фу. Но это проглядывается в её взгляде, в её движениях. У вас там паук, что ли? Что это? Да, паук у нас. Деньга. Вы серьёзные? Да. Это настоящий паук? Это наше домашнее животное. В смысле настоящий паук? Я насекомых очень боюсь. Да не бойся, он домашний. Без тараканов, без пауков, без насекомых. Не бойся, не бойся. Это не, не, у меня прям фобия. Нет, я не боюсь. Свой уже член семьи. Вы издеваетесь? Я приехала к вам в гости. Уберите сраных пауков с потолка. Как я должна здесь находиться? Чтобы они там на меня запрыгнули. Либо станешь человеком-пауком. Шок. Ну, паучки там в угол забились. И что, мы берём? Нет, она стоит там, чуть ли не плачет. И я так ещё, у меня за неё страшно самой, потому что она сейчас ещё в обморок грохнется. Что мы с ней делать будем? Здесь у нас ещё есть комната. Это ваша родительская? Да, у нас здесь. Вам тут не тесто? Ну, нет, как-то не замечали. Пойдём давай покажем. У вас так много, значит, одежды должно быть много. Как-то шкафов я не вижу. Ну, одежда у нас так, чтобы по дому и куда-то выйти. Мы имеем комплект. А то есть у вас гардеробной никакой нет? Нет, у нас у каждого своя полочка. А вы по полочке просто? Пойдём, посмотришь наш двор. Тебе полочка. Сейчас мы тебе огород покажем, хозяйство наше. И мне полочка. Вот здесь орехи свои у нас. Там у нас погреб. Так, а здесь уже у нас хост двор. Вот здесь воняет. Фу. Я не люблю такие запахи. В первую очередь во мне, конечно, играет злость. Я думаю в этот момент о маме. Она сидит сейчас дома, смотрит там, не знаю, свой какой-нибудь сериал. А я, я нахожусь вообще в другой вселенной. И для меня это просто такой шок. Это неприятно. Наше хозяйство ей вообще не понравилось. Начиная от запаха, заканчивая внешним видом. Ну, что поделать? Ну, там живут тоже существа. Запах, конечно, будет. Вот цветочки свои собираем, вазы ставим. Это персик у нас. Черешню свою собираем. Вот клубника здесь. Домашняя малинка. А в другом какие-нибудь букашки. Да нету здесь букашек. Да она не мытая. Ты что, это экологически. Известно. Кто на нее сел, какие букашки в туалет на нее сходили. Я думаю, Аллочка в шоке. Поскольку не привыкшая к сельской жизни, к сельским запахам. Ну, за эти дни, думаю, приучатся и все будет нормально. Мы вряд ли сдружимся с кем-либо. Эти люди неинтересны мне. Они занимаются каким-то хозяйством. Убирают, моют, выращивают какие-то фрукты, овощи. А у меня совсем другая жизнь. У меня жизнь намного лучше и по статусу выше, чем у этих людей. Что у нас может быть общего? Ничего. После показа хозяйства Мамитова готова показать Алле варианты спальных мест на ее выбор. Какие варианты вообще есть? Варианты здесь со старшими девочками. Я думаю, вам весело. Втроем? Да. Ну, тройничок. Втроем мы здесь не знали. Вот здесь у нас еще спальное место. Ага. Пососедство с полками, да? А мы тебе уберем их. Мыш, у вас в кухне вроде закрытое пространство, помещение? Нет, кухня у нас там бабушка. Бабушка у нас в пять утра просыпается, шуршит уже на кухне, так что ты точно не выспишься даже до семи утра. То есть варианта мне остаться одной как бы нет, да? Ну ладно, короче, я точно не хочу спать с пауками. Да и берется дальше с девочками спать. Абсолютно не могу представить для себя, каково это спать втроем на одной постели. Зато тепло. А она небольшая. Ну, придется как-то вот ютиться с людьми. Гости дали время распаковать вещи и выделили под них полочку в общем шкафу. Но из чемодана Аллы туда и треть одежды не поместилась. Блин, я просто не понимаю, куда как бы дальше все остальные вещи раскладывать. Нужно из чемодана не раскладывать. Я с чемодан, не что в чемодане. Ну, как-то это неправильно по отношению ко мне как к гостю, я считаю. В семье однозначно трудно со мной, потому что, опять же, мы из разных миров. И то, что они не предоставляют мне те условия, в которых я хочу находиться, а отношения к ним соответствующие. Понятно. Пока дочь миллионеров с Рублевки Алла Большакова обустраивается в доме Маметовых, семья в полном сборе обсуждает, как поладить с Аллой. Бабуля, как тебе наши гости? Ничего. Дай бабушку помоги. Лишь бы кушала все. Ну, не покушала. А у бабушки одна проблема. Вот тут только накормить постоянно. Это вот лишь бы кушала. Все остальное, как будто с голоду все собираются сдыхать. Лишь бы кушала. Кушала, вот все оставила. Ну, вот такая привередливая, что будем делать. Других проблем нету, согласен. Перевоспитывать, да, наверное? Куша пробует влечься. За этим же ее сюда отправили, папа с мамой. Вы ее научите. Пообщайтесь с ней побольше, втяните ее в наши дела. А то она так и будет там сидеть в комнате. Аллу я постараюсь не потакать ей, как родители. Я, конечно, не буду так жестко ее отсекать, потому что 17 лет воспитываю лишние привычки. Все это сложно от всего отказаться. Ну, как бы, понемножку, понемножку постараюсь ее, как бы, приучать к нашему графику. Перевоспитать. Мировоззрение немножко поменять. Из этого ничего хорошего не выйдет. Я, какой была, такой и останусь. Понятно. Так, дорогие мои. Это, конечно, все супер, все классно, но нам нужно выбрать, что я есть буду. Поэтому я предлагаю составить список. Я привыкла есть так, как я ем. Устрицы. И, ну, собираюсь тут как бы... Омара, пожалуйста. Так, утром я могу съесть какой-нибудь йогурт, допустим, да? Домашний бабушка есть йогурт. Они жирные, главное. Бабушка ссадит. Я могу выпить какой-нибудь фруктовый чай, там, из чайничка, чтобы он был товарен. Это возможно, да. Тоже не вот эти вот пакетики, там, дешевые покупные, чтобы был настоящий чай. На обед я, в принципе, могу съесть вот индейку, а на ужин мне надо стейк и семни обязательно. Ну, вот это вопрос, да. Ну, она должна понимать то, что тут так не будет. Смотри, так как у нас большая семья, у нас есть некое ограничение по бюджету. Как бы по себестоимости ты как оцениваешь? Есть еще стейк из картошки. Да, это отдельная история. Ну, в целом, на продукты тратится тысяч пятьдесят где-то. Это в неделю. Такие баснословные суммы мы не тратим на еду. У нас только, ну, пошел, сорвал, нарезал. Мы всем гуманитет очень не можем пообещать. Ты представь на всю нашу семью по стейку. Ну, хорошо, а купите мне одной стейке. Вы же можете обучить обучение этого, правильно? Я не могу. Но это не работает. У нас семья большая. Каждый смотрит, каждый, если видит что-то новое, он хочет тоже попробовать, соответственно. И как бы тут либо все едят одно, или более-менее как-то, чтобы всем досталось. Либо никто не ест. Есть никто. Это ваши проблемы, да? Это не мои проблемы. Я приехала как гость. И как гостью ко мне должно быть отношение такое, что я не должна почувствовать разницы. Хотя бы в питании. Я уже молчу про все остальное. У нас очень, если ты заметила, большая семья и большинство это дети. Мы стараемся своих детей также кормить полезной, хорошей едой. Поэтому хорошая еда не заключается именно в стейке или, я не знаю, в лобстерах. Ну, хорошо. Я просто надеюсь, что мы как-нибудь обойдемся без всякого жареного, без масла. Мы такое тоже исключаем из нашего рациона. Человек должен понимать и учиться привыкать к тому, что не все так, как она хочет. И есть такие семьи, в которых ее список осуществить невозможно. И она должна подстраиваться и под режим, и под еду, и под хозяйство. Встроиться придется и в очередь в ванную. В многодетной семье Мамитовых спать ложатся в 10 часов вечера. А купать самых маленьких детей начинают в 9 часов. Опа! Вот так будем, да, сними? Вот так. Так. Здравствуйте! А что у вас? Освободили меня банную. А мы купаем малышей. Это все круто. Мне как будто помыть и надо, да? А у нас сначала малышей, потом постарше. То есть я как домой? Ну сейчас, малышей искупаем. Сейчас младшие. А мы тебе вступим. Офигенно. Чуть-чуть подожди, пожалуйста. Чуть-чуть? Сейчас мы сделаем, как у нас заведено. Мы же все привыкли в одно время. Ну ты к нам приехала, надо подстраиваться. Ой, извини, пожалуйста, Аллочка. Давай мы сейчас малышей помоем по-быстрому. А ты уже как-нибудь подстройся. Потерпи чуть-чуть, хорошо? Я в очередной раз просто в шоке. Так, следующая малышка. Так, Аллочка. Мы тебе не мешаем? Мешайте. Ну извини. Очень сильно мешайте. Два на одна, семья большая. Проблема нашей гости, я думаю, в том, что она где-то эгоистична, где-то требовательна. Совсем эгоистична. Где-то слово нет, она не понимает. Вот здесь и сейчас это нужно и не важно, можем мы это или нет. Я думаю, что эту проблему нам придется проработать улыбками, добром. И как-то дать ей понять, что так нельзя. Я думаю, что мои дети на своем примере смогут это показать, потому что у нас это естественно. Ну неужели? Мы тебя ждем, ждем. А вы спать собрали, что ли? Конечно, 10 часов. Пошел в клуб, не идем? 10 часов мы спать собрали. Как бы уже опоздали из-за тебя. Ну это вы, я-то не буду ложиться спать. Ну ты к нам приехала, надо как-то режим тоже соблюдать вместе с нами. Вы ложитесь как-нибудь туда, а мне загородите чем-нибудь. Вот, огораживайся сколько хочешь. Все, одеяло в твоем распоряжении. Прекрасно. Так, все, заводим будильник. Будильник? Будильник, вот. У вас телефонов нет? С будильником надежнее. Телефон ты выключишь, а будильник сядет. Телефон сядет, у вас что, зарядок нет? Ну, мало ли. В каком веке живете? В 17-м? Оп. Боже. Нам надо встать хотя бы в шасси. Не, ну с будильником, конечно, таким это... Спасибо, мам. Я это делаю ради себя, чтобы вернуться домой и как бы сказать, мам, я выполнила твои условия. Давай, возвращай мне мою шикарную жизнь. И я просто забуду про все вот эти вот несуразные дни. Первый день эксперимента подошел к концу. Дочка рублевских миллионеров Алла Большакова впервые засыпает в 10 вечера. Да еще и втроем на одной кровати. Наступил второй день эксперимента по переведению 17-летней Аллы Большаковой дочери рублевских миллионеров в многодетной семье Мамитовых в Северо-Осетинском Троицке. Утро субботы для Олега, Залины и их семерых детей началось, как обычно, в 7 утра. Папа уехал в мебельную мастерскую, а бабушка, мама и дети остались на хозяйстве. Выключите эту ерунду! Подъем! Отвалите, а я не просыпаюсь в такую рань! Начинается новый день, и я немножко переживаю, как он там пройдет, потому что мы толком не пообщались, и сейчас придется как-то наверстывать. Доброе утро, Аллочка! Сейчас мы идем на хоздвор, нам надо с утра курочек покорить. Зато, знаете, такой будильник один раз психанул, выключил, а повторно монету. Как на телефоне можно поставить один, два, три. Там один раз так по нему. Все. И продолжаешь спать. Вот с бабушкой пойдете, она вам... Ешь, люди, которые не просыпаются с одного будильника, вот напишите в комментариях, есть же такие среди вас, которые там ставят там один, два, три, там еще пять минуток, еще десять минуток. Вот так вот несколько будильников надо поставить, только тогда там на третий ты уже так более раздупляешься. Вот с этим будильником как? Три отдельных будильника, да? Один типа зазвонил, другой зазвонил, типа там в другом конце комнаты, третий в туалете. Да, что, как? В смысле, я тоже пойду? Обязательно. В смысле, не ем, не пью, я просто... Нет, 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 мы быстренько кормим курочек, и кофе, чай, пирожочки, все будет. Для меня в шок, что после того, как мы проснулись по этому мерзкому будильнику с двумя незнакомыми для меня девочками, первым делом, когда я уже еле как и так встала, меня не ведут как гостью завтрак, меня не ведут там пить чай, меня ведут в курятник. Цель наша – реобщить ее к нашему делу. В городе, когда ребенок живет, он не понимает, не осознает, как это все достается, каким трудом. Я очень боюсь запачкаться. Если ты не хочешь, чтобы волосы у тебя плохо пахли после хвост двора, то лучше одеть платок. Там розами не пахнет. Как-то это для своей собственной защиты, не ради того, чтобы я такая, о, вау, платок, сейчас я его одену, буду супермодный. А платок не пропускает запах? Который символизирует там нашу традицию, он как более для таких праздничных мероприятий. Когда она его надела в курятник, несуразно это выглядело. Благодаря домашнему хозяйству мамитовы почти не тратят деньги на мясо, молоко, яйца. Но чтобы обеспечивать себя ими, семье приходится ежедневно ухаживать за животными. Калла, проходи вперед. Я погрызи, что ли, иди должна туда? Ну, а как по-другому? О, Господи, за что мне это? Алла, идешь со мной? Я не иду, я сказала, все делайте, все сами, что вам там надо. Только быстрее я уже есть хочу. Для меня это мерзко, даже нахождение там. Даже если в пяти метрах стою, я никогда не видела ни курятников, ни свинарников. Дышать там невозможно. Хочется там надеть какой-нибудь противогаз. Мясо же есть? До меня не дотронулось что-нибудь грязное. Кушаешь, кушаешь. Я не считаю, что тоже брендовые шмоточки. Вот бегает. Естественно, для меня это шок, что они еще ходят туда ежедневно. Следить за хозяйством. Ну, не то, чтобы мы прям сильно-сильно-сильно хотели, просто, ну, вокруг нас полно взрослых людей, у которых тоже свои заботы. Поэтому мы хотим тоже как-то помочь. Бабушка, все? Да. Все, закончили. Все. Накормили, напоили. Теперь корову. Не, ну, мы нормальные, нет. Так. Давайте меня покормим, потом все и коровы будете заниматься. Ну, что за отношение вообще? Коровов стоили это еще хуже, чем куры в курятнике для меня. Там все в два раза больше. Вони тоже, соответственно, в два раза больше. Саша напомнила Алле, что по правилам проекта Чада делает все, что и подросток, принимающий семьи. А значит, после курятника будет коровник. Мамитова всегда по утрам дует коров, чтобы потом продавать молоко кондитерским и соседям. Семасиево с ферма. А также готовить домашний сын. Пять коров. Так, впервые в жизни Алла оказалась в стойле с буренками. Надо коровку погладить, чтобы она молоко отдала нам. Видишь? Вы вообще ненормальные. Вот вам заняться реально нечем? В чем проблема в магазин? Сходить его купить. Да какой купить-то что? Тут свое под рукой просто. Это экологический продукт. Откуда ты знаешь, что там тебе искусственно насыпали? Не, мы оставаться. От магазина вода отличается сильно. Давай попробуй. Чего? Будешь что-то рассказать дома, что ты коровку доила? Давай, Алла. Не, 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 я не буду вообще. Для меня подвиг уже в том, что я постояла с ними. Пусть будут благодарны хотя бы за то, что я подарила им свое присутствие. Видишь, сколько молока надоили? Алла. Помоги мне. Мне тут воняет. Да, Алла. Я не хочу, чтобы даже руки опускают. Здесь воняет очень. Ну, девочки не знают. Ну, будь добра. Неужели ты совсем не жалеешь родителей? Утрально молоко, но более жирное. Вот так, давай. Ты одна не усмойшь. Это тяжело. Вот так. Пойдемте. Ага. И как бы в этот момент я им уступила, тем более, когда я голодная. После утренней работы с курицами и коровами семья Мамитовых вместе с Аллой вернулись домой. Алла, чай, кофе. Что ты с утра обычно любишь? Вот пирожки с картошкой, лепешки у нас. Помидоры соленые есть. Снимаю, мы вчера о чем разговаривали? Давай я лапша тебе налью. О чем? Я вам для чего список писала? Чтобы вы потом сказали лапша? Где моя семна? Ну, пока то, что есть. Давай как-то так позавтракаем, а дальше, может, что-то придумаем. Просто я в шоке. Прокаталась с вами полдня тут, не пойми куда, вашим курятникам, коровникам по навозу там походила. Пришла, чтобы что? Даже не поесть? Ну, что ты нам предлагаешь? В магазин. Ну, ты с нами пойдешь на рынок? Ну, естественно, вы что, сами купитесь без меня, что ли, что-то? Ну, сейчас тогда мы позавтракаем, можем поехать. Я легко отнеслась к тому, что Аллочка отказалась кушать продукты с нашего стола. Я понимаю, у нее свои привычки. Плюс первый раз человек в новой среде, поэтому я с пониманием отнеслась и решила пойти на встречу. От завтрака, который состоял из осетинского пирога, овощей, домашней лапши и курочки, Алла отказалась. Поэтому, напоив гостью чаем с медом, семье пришлось везти ее на рынок, который находится в четырех километрах от дома Мамитовых и в часе ходьбы. Там можно найти правильные, по мнению Аллы, продукты. Вообще, я как бы ожидаю того, что мы все-таки купим семгу мне. Семгу? Да, семгу, икру хотя бы красную. Нет, 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 это дорого. Если мы сейчас икру купим, у нашего бюджета половина не будет точно. Десять грамм только получится купить. Наша гостья не привыкла себе в чем-то отказывать, поэтому мы ей показали, что дети должны знать границы, должны слушать родителей. Тем более мы на Кавказе, у нас это первое правило в семье. Алла, у нас бюджет тысяча рублей. Давай попробуем в них уложиться, потому что больше мы не можем, хорошо? Но мы ничего не купим. Но я думаю, мы что-то для тебя здесь все-таки купим. Овощи, фрукты. Да, помидоры, два огурца, мы купим тысячи рублей. Очень такой колхозный рынок. Там даже элементарно нет какой-то тропинки. Все вот в этих вот ямах, в них лужи. Люди там что-то друг друга перекрикивают. Мамитвы питаются только овощами со своего огорода. Для свежих огурцов и помидоров сейчас не сезон, и семья ест закатки. Но Алла ежедневно привыкла есть 2-3 порции свежих овощей. Огурчики в какую цену? Ну, 40 рублей. Смотри, какие хорошие. Тебе нравятся? Давайте я проверю тоже. Ой, ну, проверь своим аппаратом. Ее прибор на рынке производит шелку всех. А там ты где хлеб нашла? Наверное, все хотели посмотреть, что это такое. Потому что они видят такое впервые. Всем было непривычно, потому что все уверены в своем качестве. Все там сами выращивали. Огурчики берем? Да, огурчики выреки возьмем. Понюхай, пахнет? Мы так определяем. Ну, я по-другому определяю, так что давайте я буду. Будем каждый помидор так мерить до вечера здесь пить? Будем, да. Ну, давай, если тебе так спокойнее, то нормально? Берем? Берем. Мы ей показали, что те вещи, которые мы не можем, и те продукты, которые мы не можем приобрести, это не должно влиять на наше настроение, поведение. Мы также веселой компанией купили все необходимое. В итоге, благодаря помощи Залины и Аллиному нитрат-тестеру удалось купить овощи и экологически чистые, и не подрывающий семейный бюджет. Закупившись всем необходимым, семья вернулась домой, и Алла села завтракать. Но наслаждаться едой Чаду пришлось быстро. Давай, наверное, уже догонять девчонок. Они там пошли комнаты прибирать, надо помочь братьям. А я пока с малышом занята. Да. Уборка и я в корне несовместимые вещи для меня это вообще чего? Присоединиться не хочешь? Нет, не хочу. Уже мама попросила. Ты думаешь, ты тоже так отказываешь? Да. Что, он никак не реагирует на это? Мне пофиг. Хотя бы ради приличия могла бы спросить, могу ли я чем-то помочь, даже немножко. Зачем? Она очень эгоистична, очень разбалована, поэтому очень тяжело с ней контактировать. Понятно. Саша и Тома напомнили Алле, что по правилам проекта она принимает участие в жизни семьи наравне с ними. И ей пора включаться в их повседневные обязанности. Обычно Олег по субботам вместе с младшими детьми работает в огороде. К сбору урожая привлекли и Аллу. Самую большую тыкву найди. Сейчас баба Шура тебе самую большую чашку поставит в супа. Вон тыкву, смотри, вон там целых две я нашел. Ого! Вот прям так стебель, видишь? Здесь? Да. А тыкву надо поддерживать. Это тебя, а это мне. Все, неси ведерко. Молодец. Какого ты помощница? Почему про тебя говорят, что ты не помогаешь? Помогаешь? Умница. Надо будет твоих родителей похвалить. А вообще, ну, какие у вас это отношения с родителями? Вот в этом плане сложно. Не чувствую какой-то поддержки. Не чувствую, что я могу доверять в плане, там, сказать, что у меня там что-то не получается, что у меня там есть переживания. Ты вообще к нему обращалась с какими-то запросами? К папе? Конечно, за деньгами. Ну, для них попросить там. У нас есть серьезных каких-то разговоров семейных, никогда не было. Вот и весь разговор. С папой, с мамой. А ты ему помогаешь там по хозяйству, может, машину помыть или в какой-то работе он тебя не приучал с детства? Нет. Ну, у нас просто есть люди, которые делают все, там, кто машины помоет и кто посуды помоет. Может, и с близостью не надо как-то. Девочкам с папой лучше налаживать отношения в плане, там, поддержки, помощи. Он же успешен, он тебя может научить, он может быть твоим наставником к чем-то. Вот у меня же тоже Саша и Тома. Я не родной папа, я хоть чем. Но у нас прекрасные отношения сложились, то есть мы друг друга поддерживаем во всем. Они не родные для него, вот, девочки старшие, и он смог их принять. И я вижу, что он действительно любит их. Для меня это вау. Он просто не биологический отец. В принципе, очень сложно было всегда с папой. У меня родной папа ко мне никогда не тянулся, ему было неинтересно, там, есть ли у него дочь или нет. Сочи мог немножко иначе. Он мог там обеспечивать мои хочу, но он никогда не интересовался. А как я себя чувствую? Оказалось, что для Залины это второй брак, а у Олега первый. Олег растит Сашу и Тамару уже 15 лет. Смотри, Алла, как я считаю, обижаться на родителей не нужно. Смотри, они тебе дали жизнь, это самое ценное, что у тебя есть. Этого уже достаточно для того, чтобы быть им всю жизнь благодарным. Но я ведь не могу тоже быть благодарна за то, что я, по сути, не просила, правильно? Из другой стороны, я могу понять вашу мысль и согласиться с этим. Ты должна уже быть благодарна тому, что ты, во-первых, хотелась в успешной семье. То есть тебе не приходится кормить животных, по утрам рано вставать. Ты уже живешь, ты уже обеспеченный человек. Но нужно все равно самой стремиться к чему-то. То есть зарабатывать со мной, я так считаю. Вот я своих детей хочу научить этому именно. 17-летняя дочь миллионера в Срублевке Алла Большакова впервые за два дня присоединилась к труду, привычному для детей из семьи Мамитовых. Залина и бабушка занялись приготовлением еды, а у детей выдалось свободное время. К Саше и Томе, узнав про то, что у них в доме проходят съемки реалити чада из ада, пришли школьные друзья. Знакомьтесь, это Алла. Алла, это у нас Соня, это Саша, это Настя. Мы пошли. Ну давай, Томочка, знаешь, да, в 8 часов что дома были? А, это они пошли на тусовку? Огромное дерево. Вот этот вот дуб, он ровесник нашего города, ему больше 250 лет. Как город основали, а так вот он и растет на тронке. Это как местное достояние. Ну вот такого у нас, мне кажется, нет в Москве. По крайней мере, я о таком не видела никогда. Алла, интересно увидеть новое, потому что такие маленькие города она, наверное, не ездила. Ну вот вы там заканчиваете школу. Вы не думали о том, чтобы покинуть этот город, перехать, там, ну если не в Москву, но в какой-нибудь хотя бы город побольше? Мне здесь больше нравится. Чем тебе больше нравится? Полюбил этот город. Маленький, все знают. Как можно это полюбить? Все спокойно и тихо, да? Да, и красиво здесь природа. Когда присматриваешься, пытаешься понять, напрягаешь мозг для того, чтобы понять других людей в другой атмосфере, начинаешь замечать, что они все такие искренние, такие вот простые. Не то, что я, да. У них там свои какие-то ценности, и они далеко не в деньгах. Сколько времени сейчас? Ближе к ужину. Так, мама сказала, ну вообще, к восьми дома быть, поэтому я предлагаю собираться и выдвигаться потихоньку домой. Вы реально собираетесь пойти домой к восьми, потому что вам сказала мама? Конечно. Потому что просто мимо шеи слова как бы пронесем, и будем гулять половины первого? Да, почему нет? Ну, мама же, по словам она ждет, зачем пропускать это из-за того, что... У меня вообще по-другому. Я была очень удивлена, когда Залина попросила Сашу и нас всех вернуться домой к восьми. Еще больше поразило то, что Саша действительно следила за временем. Для меня это шо, потому что в моей семье такого не бывало. В моей семье мама говорит, приди в восемь, говорит, да, хорошо, мама, прихожу на следующий день до восьми. А, никогда. Девочки вернулись домой с прогулки вовремя. После ужина в семье Мамитовых каждый занимается своим любимым делом. У Залины это шитье. Может, что-нибудь посоветуете, девчонки? Давайте посмотрим. Вот смотрите, ткань какая у меня есть. Ну, я думаю, что бордо с голубым нет. Аллочка, а что у меня есть еще? Девчонки покажем. Я думаю, наша гостья такого точно не видела еще. В нашей семье давно есть национальный костюм. Мы периодически можем достать это платье, надеть, покружиться. Вспомнить наших предков, как наши бабушки одевались. Это очень интересно. Это на пояс? Я не видела. Да, это пояс. Смотри. Осетинский рисунок. Кань, посмотри, какая приятная. Бархат. Да. Сверху одевается вот такой халатик. Нравится? Мне нравится. Давай нарядимся. Ну, как-то так. Опа! Прям здорово. Тебе прям так идет? Ты прям наша девочка, знаешь? Голубоглазая, темненькая. Это осетинский наряд. Очень красивый. Мне он очень понравился тем, что он необычный. Он вот такой очень элегантный, очень женственный, закрытый. То есть, в нем ничего нет вульгарного. И при этом я безумно красива в этом наряде. Хочешь научиться осетинскому танцу? Я попробую. Давай. Посмотрим, получится у меня или нет. Да. Обязательно на носочке, спину. Вон девка пошла на кардионе лопать. Я впервые увидела у нее такую улыбку. Алла стала к нам помягче немножко. Она как-то начала ощущать себя в своей тарелке. Алла! Ау! Не хочешь переселиться на диван? Выделим тебе отдельные апартаменты. А там уж паук. Я бы уже смахнула. Да ты чего? Ради тебя я пошла на тарелке. Да ты чего, Синья? Можно же проверить, что тут нет. У меня постепенно начало появляться доверие, в принципе, ко всей семье. Ну, просто если логически рассуждать, то понятно, что если эта девочка воспитана в этой семье, ее так воспитали, значит, и у родителей те же ценности, и этим людям можно доверять. По правилам проекта, в конце второго дня родители обеих семей знакомятся друг с другом. Алла и дети Мамитовых улеглись спать. И у родителей появилась возможность поговорить тет-а-тет. Что-то у меня такое волнение, как в первый день, когда мы ее ждали. Знакомство с папой, с мамой. Интересно, да, какие они там? Здравствуйте. Здравствуйте. Это мама и папа. Мама добрая, папа системный. И очень красивая мама. Спасибо, взаимно. Вы тоже очень красивые. Меня зовут Олеся, я кровь знаю. А папа, папа общество. А папа, меня зовут Олеся. А папа, как наша дочь. А папа. А я мама. Алла. Меня зовут Залина. А я Олег. Вы не думали, куда ваше чадо уехало? Какие предложения уехала? Интересные, конечно. Ваш ребенок в Осетии у нас. В селе. Города Моздока. Да вы что? Она такая, а где это? Как у вас там? У нас частный дом, большой хозяин. Частный дом, как звучит? У нас частный дом. Хай-тек. Огромная семья. Семь деток у нас. Семь детей. Это обалдеть. Вам хоть помогает наша Аля? Первый день, конечно, напряженный. Ваша девочка очень манерная. Что она не ест, это не ест. Скажите, что за прибор она с собой возит? Это она нитрат-тестер возит с собой. Измеряет еду на нитраты, чтобы, не дай бог, не съесть что-то вредное. Вот такая у нее фишка. Она это узнала от нутрициолога. Продукты она там не выбрасывает, которые не прошли тест на нитраты. Понимаете, здесь в селе у нас все со своего огорода. Своя животинка, курочки, все свежее на столе. Но она у нас, конечно, девочка избалованная, залюбленная чересчур. Мы поняли, что она любит личное пространство. Кровать она требовала отдельную комнату. К сожалению, мы ей это не могли предоставить. Поэтому она спала со старшими девочками. В одной комнате с девочками живет? В одной постели. И в одной комнате, и в одной кровати. В одной постели? Ранний подъем. Вот-вот-вот с языка сняли. Во сколько же она просыпается? Она у нас встает не раньше часа дня. В семь утра. Вообще у вас очень осознанный добрый ребенок. Поэтому я думаю, что любовью, лаской... Вниманием, заботой ее можно раскрыть. И вообще то, что вы на время расстались, может быть, она осознает, как и вас не хватает родного дома, мамы. Но я надеюсь, что, конечно, все на пользу пойдет. Мне кажется, расстояние тоже с родными людьми ей позволит переосмыслить что-то. Мы надеемся, что она не совсем изменится, но с новыми взглядами вернется. Спасибо. Будем стараться. И все для этого сделаем. Спасибо. Мне кажется, что мы можем быть спокойны. Нам тоже очень приятно, что вы нам доверили свою девочку. Нам очень приятно. До свидания. До свидания. Ну, как тебе мама и тетя крестная? И папа. Интересно. Видно, видно, что она озадачена характером девочки своей. Но надеется на нас. Надо показать ей хороший пример. Да. Я в восторге. Я в восторге. Я в восторге. Они крутые. Здорово, что она сейчас там и видит другие реалии, другую жизнь. И уже есть результат. Какой? Наступил третий день эксперимента по перевоспитанию 17-летней дочери миллионеров с Рублевки Аллы Большаковой в многодетной семье Мамитовых в селе Троицкое Моздокского района в Северной Осетии Алании. Сегодня воскресенье, но у владельцев домашнего хозяйства выходных нет. Поэтому Саше, Томми и Алле пришлось проснуться, как обычно, в 7 утра. Алла, вставай. Да я-то стою уже. Она уже привыкла к будильнику? Нет, он меня раздражает до сих пор. Ну хоть встаешь уже. Ты что делать? Я задавалась вопросом, зачем людям нужен этот старый будильник, когда сейчас на дворе 21 век у каждого есть телефон. Ко мне пришло осознание, что, скорее всего, эти люди дорожат. Это какая-то их, возможно, семейная ценность. Возможно, там какой-нибудь прадедушка этим будильником там пользовался, просыпался по нему. Пока девочки спали, Залина и бабушка Александра Александровна ушли доить коров. А девочкам нужно покормить кур. Кстати, мне нужно погладить, потому что у меня все мятое в чемодане. То, что лежало, можете погладить мне? Давай лучше... Как-то сама попробуешь. Или мы тебе покажем, а ты дальше сама продолжишь. Я не умею. Ничего себе, это несложно. Для меня шок. Что Алла, ну, свой такой возраст, семнадцатилетний, не умеет гладить даже себе вещи. Но все в жизни бывает, и это мы ее научим. Вот так вот чуть оттягиваем, чтобы ровно поверхность было. И вот так вот ведешь. Прямо вот так вот. Главное, долго не задерживай, а то у тебя появится дырочка. Полыкнет. Иди, переживай. Вот так? Да, да, вот так вот ведешь. Вот так, да, прям уголком. Ну, тут прожечь сложно, это с энтетикой легко прожечь. Я помню, как-то я в подростковом возрасте решил себе плащевку погладить, штаны, а-ля спортивные. Я думаю, вы уже представляете, что произошло. Я только утюг штанам приложил. Полык... Проплавило так, так еще и тюг испортило. Это, блин, эти штаны плащевка. И прилипли мне к утюгу. Смотрю, бляаа, штанам срака, утюг засрал. Такой, думаю, вот это я погладил штаны. Полыкнет, я никогда не гладила. Не гладила. Это талант. А там потом мама сказала, надо было через тряпочку. Ну, это уже было поздно. Что-то кто-нибудь за меня делать, что-то я вообще время свое тратить буду. А тут как бы это раз-раз, все готово. Саша только накрасится. Хорошие штаны были. А ты что, у вас не кратишься? Она не красится? Вообще никогда. Я не люблю краситься. Давай ее накрасим. Нормально сделаем, не переживай. У меня нет шанса отказаться, да? Нет. Несмотря на все сложности, которые мы с ней прошли, она нам раскрылась более-менее, такая искренняя, стала с нами. Возьмите. Офигеть! 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 Несмотря на отсутствие стилиста и визажиста, Алла собрала себя и даже Сашу. Девочки отправились в курятник. Придешь? Ну, давайте, что, уже дойду. Да, посмотри, хоть поближе что-нибудь. Воняет, конечно, редкостно. Как бы я к вам хорошо не относилась, вы уж извините. Калитку. Где-то курица, айдик. Там еще курица. Давай, давай. Оп, 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 оп. Ой, боже мой, я испугалась. Нет, я не туда. Давай, обратно, обратно. Ну все, туда больше никто не убежал. Алла пробовала для себя немножко помогать тоже в хозяйстве. Это что-то с чем-то. Это, наверное, снег бы пошел в этот момент. Накормив птиц, девочки вернулись домой завтракать. Как там курочки? Все нормально? Накормили? Они все выбежали. Они выбежали потом, мы за ними там бегали. И ты даже бегала ловила? Да, тоже. Но я не ловила, я так как бы подгоняла ловила. Она совсем весна. Молодец какая. Спасибо, что помогла моим девочкам. Мама. Три. О, ничего себе. Это что у тебя так красиво? В очках не было видно. Мам, смотри. То есть в очках косметику не было видно, но очки сняла. О, Господи. Визаж же все, у меня визаж же сердечный. Покажи, какая прелесть. У тебя большой талант. Пойди в этом направлении. Вы с мамой хороший тандем сделайте, мамы. Надо бутко образом подбирать наряды. Да, здорово получится. Можно как-то придумать, как-то раскрутить. Ну что, девчонки, давайте завтракать теперь. Поработали, красоту навели. Аллочка, угощайся, вот что у нас на столе. Овощи ты любишь. Йогурт попробуй. Будешь не тратить сегодня свои измерять? Так мы же все уже измерили. Что, йогурт? Когда ты, что мне опять? Сегодня уже доверяешь? Согласен, йогурт уже. Ну, нам очень приятно, что стала доверять. Она как бы сняла свою маску этой вредины. Улыбаться стало больше. Жизнерадостнее она, в общем, стала с нами. У мамитовых есть традиция. Раз в неделю по выходным выбираться вместе на природу и жарить шашлык. За два часа до пикника Олег маринует мясо. Ты как шашлык относишься вообще? Ты ешь шашлык? Если честно, я не очень люблю шашлык. А папа не готовил твои шашлыки? Да, готовил. Но у меня и мама это умеет делать хорошо. Ну, знаешь, ты старайся помогать родителям. Хотя они у тебя если тоже не готовят, ты что-нибудь сама приготовь. Я имею в виду как-то проявить заботу, да? Да, да, именно заботу. Придет мама уставшая или папа, и ты ему раз там салат поставишь. Это же женская такая забота хорошая. Вот я когда маленький был... Тебе надо денег? Мне было 12 лет, я отдал маму с работы. Ты хочешь машину? Кривоприходу я научился жарить жаркое. Меня никто не учил, я просто смотрел, как бабушка жарит. И тоже научился. И мама была так счастлива, что я пожарил, и так меня хвалила. А для меня самое главное было какую-то благодарность от мамы услышать. Мне кажется, моя мама вообще меня этим воспитывала, благодарностью своей. Она мне за любое маленькое дело могла так похвалить, что мне хотелось прям все дела переделать даже за нее. У нас отношения далеки от тех, которые у Олега, с неродными детьми. Мне очень приятно, и как-то вот это очень теплое чувство к этому человеку. И вот внутри я ощущала такую грусть, что вот я чувствовала себя как-то, знаете, недостойной отцовской любви. Вот как будто бы я хуже чем-то, чем другие. И мне очень как-то даже обидно, что это не мой папа. Олег, он для меня герой. Я всегда прям мечтала о том, чтобы у меня папа был, о том, чтобы у нас были теплые взаимоотношения. Мне как бы очень не хватало всегда. Мамитова отправились на природу. Теперь Алле предстоит узнать, как готовят настоящий кавказский шашлык. Алла, ты не хочешь шашлык, который ты мариновала? Саша, дай мне шашлык. Пожарить сама. Я не умею жарить. Ладно, я тебе научу. Мясо прям нежное. У вас там это оба щегля. Мога не жарь. Алла, может ты уберешься? Не обращайте внимания. Давай, и подай мне, пожалуйста, эти тарелочки глубокие. А, это газировано? Алла, это же тарелочки. Ты берешь правую руку шампур, в левую руку мясо, и вот так вот одеваешь его в длину. Так, вот так. Либо наоборот, если ты левша. Мой право туда продень, чтобы ты себя не проткнул. Вот, молодец. Тут кому как удобнее. Той личный шампур. Вот сюда оставь, Аллач. Вообще, в принципе, у нас часто дома мы устраивали какие-то пикники семейные. Приезжали родственники. Мы что-то готовили вместе. И вот эта вся ситуация нам не напомнила, на самом деле, детство. Аллочка, мы сейчас тебе прям твой. Персональный шампур поставим. Саша, ты... Давайте помахнуть яблоко. Сейчас попробуем маринад творить чудеса. А еще мамитовы сами готовят сыр. Залина и Олег стремятся своим хозяйством полностью обеспечивать семью всеми молочными продуктами. А излишки иногда продают на местном рынке. Так, берем 12 литров молока, девочки, подавайте. Так, а сколько нам банок нужно будет? Через маршечку обязательно процеживаем. Заливай. Так, волосы аккуратнее. Давай, держи. Лей, лей, лей. Держу. Получается всего лишь из 12 литров, это ведро молока, это получается вот такой привычный кружочек сыра. Да вы что? Да. Так что бывает так, что 2-3 коровки нужно подоить, чтобы сделать один кружок сыра. Вечером вся семья мамитовых собралась... Так, кружок сыра тут тоже не маленький, я простите. И сестра Залины Галя. У нас уже такое чувство, что ты наш член семьи. Вот прям мы как подумаем, что завтра придется с тобой прощаться. У меня мурашки по коже, мне прям очень жаль. Да, я тоже к вам так привыкла. Так не хочется уже уезжать отсюда. Можешь приезжать к нам на каникулу. Так хорошо здесь по-домашнему. Но вы к нам приезжайте. Вы приедете и очень рады. Будет здорово. Мы хотим продолжить общаться. Нам очень приятно. Да, обязательно. Аллочка услышала нас. Она очень душевная девочка. Все, что мы ей говорили, я думаю, у нее осело. Это есть сознание. Прощальный вечер, в принципе, это такая приятная грусть. Они тоже испытывают те же эмоции, те же чувства. Они приняли меня как родную. Но слава богу, я валю домой. Наступил финальный день эксперимента по перевоспитанию 17-летней дочери рублевских миллионеров Аллы Большаковой в многодетной семье Мамитовых в селе Троицкое Моздокского района в Северной Осетии Аллани. Вы думаете, реально перевоспитали? С утра перед отъездом в аэропорт семья и Алла последний раз позавтракали вместе. Ради этого средним детям Мамитовых даже разрешили опоздать в школу. Ребята, давайте Аллочке пожелаем что-нибудь. Хорошей дороги. А я пожелаю, наверное, как мама, чтобы ее ребенок был просто счастливый. Вот я хочу, чтобы ты такая прекрасная девочка была счастлива и нашла смысл в жизни, какие-то принципы важные в жизни. Исследовала им. А я пожелаю, чтобы было все хорошо. Здоровые были. Счастичка, здоровечка. С чем я радостно была. Элик на свадьбах поздравляет. Счастье, здоровье. Счастье, здоровье. Я не хочу, чтобы запись была, чем плачу сейчас. Мы очень рады за Аллочку, что она возвращается в свою семью, но тем не менее очень грустно расставаться. Это подарок тебе от Сашеньки. А ты сама нарисовала? Маска. Это то самое озеро, на котором мы сидели на пикнике. Что это ты расскажи? Это подушка? Посмотри, это кавказский рисунок наш. Орнамент с платью. Помнишь? Провожай. Давайте. Я думаю, что этот эксперимент произвел большое впечатление и на Аллу, и на нас. И не только Аллу поменял в лучшую сторону, но и нас заставил задуматься о новых идеях, о которых мы даже не смели думать. Я всегда буду помнить о том, что мне говорили, о том, какие эмоции я здесь испытала. Жизнь до и после определенно у меня поменяется. Эксперимент по перевоспитанию 17-летней Аллы Большаковой завершен. Съемочная группа отвозит ее в аэропорт. И сегодня, впервые за 4 дня, она может поговорить со своими родителями. Дочь! Привет! Моя любимая, привет! Привет! Котенок наш, привет! Жадная, злая! Ты в шоке? Нет, вообще не хорошо. Много всего интересного было. Я вот, когда первый день приехала, я такая, фу, блин, как я хочу отсюда побыстрее уехать. Потом как-то я больше начала общаться, я как-то увидела, что у них такая прям дружная семья. И вот сейчас, когда я уже уезжаю, я вот прям поняла, что я на самом деле уже скучаю по ним, по всем. Там такая атмосфера есть своя. И я вообще, вот сейчас я вообще не жалею о том, что я приехала. Наша дочь! Я не узнаю ребенка! Я не узнаю ребенка! Ангел! Маленькая! Ты просто невероятная! Я хотела подытожить, в принципе, всю вот эту поездку. Тем, что я действительно поняла, что миром правят не деньги, а чувства и взаимопонимание в семье. Любовь в семье, поддержка, забота, уважение. Не то, что мне это объяснили, я это просто увидела на примере. И сама поняла. Потому что я хочу так же, и я поняла, что мы можем так же. Мы тебе дадим это тепло, мы тебя очень любим. Мама, все, шубу купим, бюджет мой возвращается, да? Я тебя люблю. Сейчас я уже приеду, будем целоваться, обниматься. Давай, мы тебя ждем, мы тебя так ждем. Очень любим. Ну что, вот и весь... Ну что, вот и весь выпуск. Что скажете? Ну, не знаю. Вы думаете, что-то переосмыслило? Ну, надеюсь. Хотелось бы в это верить. Хотя верится с трудом. С радостью прочитаю ваши комментарии. Буду благодарен за лайк под видео. Увидимся в новых выпусках Чада из Ада. Всем пока. Продолжение следует...